Ребята, привет! Это видео с нашей парковки. Здесь автомобили ожидают проведения ТО, какие-то на отправку ожидают приглашения. В общем, очень много тачек. Внизу, кстати, будут тайм-коды. Если вам интересно, допустим, какой-то рапчик, какой-то там фит, крауна и прочее, можете прямо потыкать, посмотреть цены, куда они поедут, в какие города. Потому что мы в Инстаграме публикуем фотографии с нашими клиентами. Это в основном местные люди. Это Приморье, Хабаровск. Летом у нас приезжали люди. Прямо, знаете, Чита, Иркуз приезжали, Якутия приезжала. Люди приезжали отдыхать на море, садились в свои тачки, кайфовали на море и уезжали в свой регион. Вот. И многие думают, что тачки не продаются на запад. И вот у нас вот здесь вот есть автомобили, например, там Lexus есть, несколько Lexus, которые поедут прямо на запад, прямо в Москву. Представляете? Вот. Поэтому, что у нас здесь будет? У нас здесь будет, что везут под конец 22 года. Рубль сейчас сильный по отношению к доллару. Он 60. Доллар стоит за 1 доллар 60 рублей. У нас конец 22 года. Что люди везут. Вот просто вот каждый день эти тачки приезжают, уезжают. Будет интересно, в какие города они едут, бюджеты этих всех автомобилей. Я также буду говорить, вот допустим, модель там будет RAV4 в последнем поколении. И буду говорить, от скольки начинается эта модель. Вот. В общем, очень познавательное, длинное будет видео. Поэтому, если вам интересны какие-то конкретно модели, нажимайте внизу тайм-коды, а мы поехали. Кстати, во Владивостоке вот только-только наступила зима. Сегодня, какое число сегодня? 15 ноября. Вот, буквально там пару дней назад, что-то какие-то морозы там. Сейчас плюс 5. Вот. Ну что. Идем смотреть. У нас много тачек. Мы-то стоим и в погоде разговариваем. Так, смотрите. Начинаем с самого закутка. Вот здесь вот у нас вот такая вот стоит коробчонка. Очень прикольная тачка. У нее слайд двери. Это Toyota Spade. Кто не узнал. Она там старенького года. Сейчас посмотрим. На самом деле, я вот считаю, подобный калибр. Очень много воздуха в салоне. Прям рекомендую. Toyota Spade 2014 год поедет в Новосибирск. Бюджет 750 тысяч рублей. Начинаются они от... Ну, примерно вот в эти деньги они там начинаются там от 700 тысяч рублей. Там зависимость. Там они очень дешево стоят на аукционе. Поэтому там себе купить там с 50 тысячами пробега вообще очень легко. Ну, я вот даже по ней вижу. Она очень живая. 2014 год. У нее еще такой дизайн своеобразный, добрый. Блин, хорошая тачка. Можно поговорить. Блин, но у нас тут целая стоянка, ребят. Поехали дальше. Смотрите, у нас тут вот нот. Это E-Power. Ничего нового. 2018 года поедет в Благовещенск. Бюджет 740 тысяч рублей. Сейчас ноты начинаются где-то, ну, 670 где-то. Вот такие деньги. То есть, ну, прям цены очень приятные. Я вот, я буду вот здесь вот подходить и называть какие-то цены. Но вот это вот, знаете, вот с учетом даже до событий февраля, до событий февраля и после, ну, там, знаете, там разница там 40-50 тысяч рублей. Ну, может, там ближе под сотню. Но когда ты просто смотришь на бюджеты Равчиков, Харьеров, Прада, ты дал... Я до сих пор, я смотрю на эти цены и я не верю то, что, ну, там, жирнющий продос на моделисте, на люке, на коже, там, с круговым обзором. И, знаете, у него бюджет 3300. Да ладно! Такие тачки, там, до февраля 22 года они стоили под 5 лямов, там, 4500. А если у тебя еще 151 рама, там, на пневме, которая... Ну, там, реально 5 миллионов рублей они стоили. Сейчас вообще просто, там, до 4 заходят. Практически в новом состоянии, там, пробег близится к 0. Вот, в общем, я буду... Ну, я вам буду говорить про такие цены, которые, ну, вот, для меня они прям... Да ладно! Вот это вот стоит столько-то всего лишь! А, пошли дальше. Окей. Subaru Forester. Так, у нас поедет в Нижний Новгород бюджет миллион семьсот. Вот. Форики, ой, форики, вы знаете, там, они... Их выгодно брать непроходными, там, 2017 года, можно, 2016 года, можно, 2018, 2019, там, в общем, там, старт чуть ниже полутора миллионов рублей. Оставляйте запросы по контактам, которые будут под этим видео, там... Ну, есть машины, знаете, у которых разброс очень высокий. Тачка одинаковая, там, буквально, у них там, ну, может, рестайлинг был, но по моторам, по трансмиссиям, по формам кузова, все одно и то же. И там, вот, реально, ты за год просто можешь, там, сэкономить, там, взял год чуть старее, но пробег столько же сэкономил, там, 200-300 тысяч. Считаю, отлично. Так, ребята, у нас Daihatsu HiJet. Это у нас грузовичок на моторе 660. Блин, вообще, просто даже железо в салоне, в общем, максимально боевой вариант. Так, смотрите, он у нас едет в Амурскую область, он 2010 года едет в Амурскую область, то есть, это даже не город, поэтому обычно у нас так, девчата пишут, когда машина поедет в какую-то деревню-село. Бюджет 670 тысяч рублей, вот такой вот работяга. Считаю, отличная цена. Идем далее. Воу-воу-воу-воу-воу. То есть, когда ты заказал себе кабриолет летом, но он приехал в ноябре. И смех, и слезы. Реально, с логистикой были очень напряженные месяца, то есть, по некоторым машинам, вы знаете, ну, то есть, нам одна судоходная компания обещает, типа, ребята, привозите тачки, мы их отправим. Мы такие, привозим там штук 40. Они такие, да-да-да-да-да-да, судно уходит, уходит, уходит. И, ну, наши тачки, мы говорим, типа, ребята, камон, почему ничего не уходит? Ой, да вы, ну, то есть, что-то какая-то катавасия там. Тачки просто не ставятся, и, ну, непонятно, они их отвезут вообще, нет. И мы просто их забираем с этого порта, и взем в другой. Вот из-за этого, конечно, были задержки. Вот. Но когда вот это вот все только устаканивалось, поэтому были такие моменты. Поэтому, к сожалению, некоторые, наверное, кабриолеты на них хотели покататься летом, но, к сожалению, они откроют сезон, наверное, только будущей весной. Поехали в город Иркутск. Это машина 2015 года. Это, кстати говоря, полторашка, она не проходная, и они в йенах не так много стоят на аукционе. Бюджет миллион четыреста сорок. Самый старт, там, знаете, там, получается, они есть на жесткой крыше, на мягкой крыше. Там все в зависимости от крыш. Короче, подобная тачка вообще стартует от миллиона двухста. Поэтому, если себе хотите более-менее серьезный кабрик, то миллион двести велкам в мир кабриолетов. Наверное, самый бюджетный кабрик это будет у нас Honda S660. Мы снимали на нее обзор. Бомбовая машина. Вообще, просто как игрушка, и какие технологии в ней применены. Поэтому, если вы не видели наш обзор, залетайте вниз, там будет ссылочка на S660. Идем далее. Camry 70. Так, вот эта вот красотка. Кстати говоря, в сером цвете очень хорошо смотрится. Зея. Это у нас Амурская область, если я не ошибаюсь, они же к Амурской области относятся. 2017 года бюджет миллион девятьсот девяносто. Вообще, Camry стартует от миллиона семиста где-то. Смотрите, можно взять 2017 год. Когда вы смотрите это видео, 2017 уже не проходной, но с учетом того, что они дешево стоят на аукционе, вы переплачиваете как бы пошлину дороже за не проход, но все равно цены очень вкусные. Так, ребята, смотрите, вот этот белый красавчик у нас не на обвесе, это у нас CHR. Так, CHR 2018 года, ПФ город Краснодар к нашим ребятам. У нас там филиал, кто забыл. Бюджет миллион шестьсот. Смотрите, сейчас CHR, они летом, это просто были хиты продаж компактных кроссоверов. Старт миллион сто, это передний привод. За полноприводную версию старт миллион двести. За гибридную версию старт миллион триста. Мотор 1.8. Если вам не нужен полный привод от этого кроссовера, я все равно не считаю особо кроссовером, потому что здесь клиренс. Ну вот, передний бампер, ну, ровно такой же, как у меня на GS, то есть на заднеприводном седане. Поэтому если, если вам не нужен полный привод, у вас там есть там какая-то там вторая машина, третья машина в семье на полном приводе, блин, кайфуйте на гибриде. Потому что вот этот малыш на моторе 1.8 плюс гибридная установка, это просто сказка. Вот. И я считаю, эта связка интереснее, чем 1.2 turbo даже с полным приводом. В общем, смотрите по вашим требованиям. Рекомендую рассмотреть все-таки 1.8. Так, ребята, просачиваемся. Просачиваемся. Уф, уф, как красиво здесь. Это у нас StepWegon. Это у нас, так, это у нас какой кузов? 0,497. Honda StepWegon. Это город Тюмень, 2017 год. Это у нас РП5. Вау, это у нас 2 литра гибрид. Это все агрегаты с Accord. Так, бюджет 2,150. Поезд в Тюмень. Смотрите, у нас тут еще будут StepWegon, но я сразу скажу, я сразу скажу, у них старт. Хотя нет, давайте я вот когда буду подходить к StepWegon и в зависимости какой он будет, потому что они здесь разные. Буду говорить начало. Смотрите, РП5, это гибриды, вообще стартуют миллион шестьсот. Ну, то есть, это самый простой, самый, знаете, пробег 100-120. Ну, это нормальные машины. Ну, то есть, у него гибрид, у него 2 литра. Это очень живучие агрегаты, поэтому даже взять типа с ProWegon 120. Блин, мы снимали Beho X3 на 2-литровом дизеле, у него пробег был 154, она живая. Что там говорить о StepWegon? Йоу, ребята, Toyota Crown, JVS 204, 200-й кузов, вы посмотрите. То есть, сильный рубль позволяет. Тут еще будут некоторые машины. Я думал, все, их век закончен, их никто не повезет из Японии в Россию. Но нет, люди везут, потому что сильный рубль нам позволяет. Спасибо Владимиру Владимировичу. Поедет в город Курган, бюджет миллион восемьсот. Кстати говоря, можно было 210-й кузов взять за эти деньги, но он взял 200-й. Интересная история, почему он так сделал. Город Курган. Вообще они стартуют от миллиона двухста пятидесят... А, ну да, ну потому что они просто стоят, знаете, там 2000 долларов, там 200 тысяч йен, там вообще просто на аукционе. В 200-м кузове там вообще начинаются эти крауны. Поэтому у тебя типа 80% платежа это пошлина и, ну там, за 2,5-й мотор. И там, ну какие-то там 20% это провоз и стоимость автомобиля. Вот. Ну, поэтому такая вот математика интересная. Ну, поэтому... Не, кузов до сих пор актуальный. Я сегодня ехал за одним черным 200-м крауном. Очень стилево смотрелся. Так, ладно, ребята, идем далее. Так, что у нас здесь? Это у нас... О, РП-5. О, это еще один. Смотрите, раньше вообще вот подойти к покупке РП-5, это, напоминаю, это гибрид 2 литра, передний привод. Я считаю, вот в данном калибре, вот знаете, вот эти Voxy, Nohie, Squire, это самая лучшая машина вот в этом калибре. Ну, Voxy, по мне так, они простые в салоне, неинтересно. Ну, что тебе показывает приборка? Как у тебя сделана, в принципе, вся торпеда? Ну, как-то для меня просто. Вот здесь у тебя крутая приборка, у тебя много постыканий. Ну, мы обозревали эту машину. Вот. Я реально в восторге. В данном калибре я ее считаю лучшей. Без вопросов. Toyota в плане крупнокабаритных минивэнов, это Альфарды, Велфайры, Гранейсы, они просто топчики. Реально, там какие-то, там, Одиссея от Хонды, или там Эль Гранды от Ниссана. Нет, это, они не актуальны. Реально, Альфард просто с Велфайром просто разрывают. Но в данном калибре, я считаю, степ-вэгом пушка. Даже, что там еще у нас? Сирена, да, есть в данном калибре. Не то. Вот. Вот это топ. Напоминаю, старт 1 600. Поедет, вы не поверите, он тоже едет в город Тюмень. Но этот уже 2019 года, а то 2017. И бюджет у него 2 115, а у того 2 150. Может быть, попроще комплектация, может быть, побольше пробега. Но он моложе на 2 года, и он дешевле на 40 тысяч рублей. Как так? Ну, что-то есть нюансики. Таунейс. Так, смотрите. Это у нас мотор, кстати, полторашка. Ну, это, знаете, калибр вот этих вот всяких Nissan One Net и прочее. Вот. То есть, отличный фургон для работы, грузить коробки. Есть лавка сзади. Очень хороший вариант что-то повозить по городу. Поедет Южно-Сахалинск, 900 тысяч рублей. Самый старт 750. А, это у нас водо... Ну, Южно-Сахалинск, там сугробы вот такие вот. Смотрите, бюджет... Самый старт заводовый 800, за переднеприводные 750. Бомбовый автобус. Всегда на них засматривался. Потому что, вы знаете, вот эти вот One Net и Mazda Bong, они вообще, они не меняются. Просто, по-моему, уже скоро будет 20 лет. У них неизменный кузов. Toyota красавчики. Вообще делают стиль. Так, ребятушки, тут вот у нас 220-й Crown стоит. Вот, рядом, можно сказать, у нас его близкий родственник. Там 200-й. Здесь 220-й. Ну, конечно, 220-й. Не, не, если вот, знаете, вот, если вот эта двушка, турбо, и вон тот на 3,5-м моторе, допустим, на гибриде, я бы, наверное, взял бы 200-й на гибриде на 3,5-м моторе. Белый. Я его нашел. Это у нас город Владивосток. То есть, он сейчас сделает ТО и заберет его. 2018-го года бюджет 2,500. Смотрите, старт за 220-й Crown. Так, это у нас, кстати говоря, гибридная версия. Поэтому за нее, я вам скажу, сейчас бюджет 1,950,000. Вообще ниже 2 миллионов бюджет можно взять. Но, опять же, это самый низ рынка. Поэтому, кто будет звонить и дайте мне самого красавчика. Вы сказали там видео где-то или написали в Инстаграме, что за 2 миллиона можно взять Crown. Ну, мы им говорим, ну да, оценка там 3,5 будет. Там, знаете, пробег там 120. Там, ну, замечание по кузову, там, допустим, там, B, либо C. Общая оценка по кузову, по салону. О, не, мне такое не надо. Мне нужно хороший пробег до полтинничка, там, оценку 4,5. Но эти варианты стоят 2,500. Ну, за 2 ты берешь в соответствующее состояние. А не хорошие тачки, на самом деле. Ну, все там. С машиной все окей. Но, как бы, есть нюансы. Вот, в общем, короче, надо это. Немножечко понимать, что чем ниже бюджет, значит, у тебя есть нюансики. Либо будет по кузову, либо по пробегу. Везель белый, дорестайловый. Тоже, кстати говоря, вообще эти машины очень летом были популярны, конкурировали с HR. Так, это у нас гибридный, водовый. Поедет город Находка. Не так далеко. 2014 года. То есть, тоже, да, их непроходными очень интересно брать. Бюджет 1,170,000. Смотрите, по везелям, какой сейчас старт на ноябрь 2022 года. Ру первый. Это у нас бензин. Просто на вариаторе 1,1,000,000 рублей. Ру второй. Это у нас такой же бензин, водовый. 1,050,000. Нормальная цена. Ру третий. Это передний привод, гибрид на роботе. 1,1,000,000 рублей. Ру четвертый. 1,050,000. То есть, бензин и бензин-гибрид одинаковые цены. Вот. Что за ВД, что за не ВД. То есть, в общем, самый старт от миллиона рублей за компактный кроссовер. Считаю, отличной ценой. Воу, 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 воу. Это у нас гибридный рапчик. В белом цвете они самые крутые. Этот не на обвесе. Скоро придет вообще весь такой... Такого трансформера взяли. Он на лютом обвесе. Это вообще просто тачка-пушка. И поедет в мой родной город Советский Гаунд. Очень рад, что ребята себе купили такую красоту. И я знаю, что... Знаете, когда по такому дальневосточному провинциальному городу, там, в основном, знаете, ездят корины, примяшки, там всякие прелюды. Вот. Там колдиды какие-то старенькие. Там короллы, вкусный универсал. Такое все старенькое. И, вы знаете, там, допустим, тачка такая на обвесе крутая едет. Вот, допустим, мой кореш Саня, когда он себе привез GS белого, как у меня, F-Sport, там, на 19-х колесах. Да просто все сворачивали головы. И, ну, там, знаете, блин, это очень приятное чувство, когда ты в маленьком городе едешь на тачке, на которой все оборачиваются. Вот. Равчики, блин, просто дизайн-бомба. Это город Ладивосток, 2019 года, бюджет 2,170. Вау. Белый. Так, смотрите, вот еще один равчик. Давайте сразу глянем. Тоже белый. Тоже белый. 5186. Город тоже 2019 года, поедет в город Иркутск, бюджет 2,600. На полмиллиона дороже, да, то есть, опять же, в компликтах. Хотя они оба на панорамной крыше, они выглядят бомбически оба. А почему такая разница? Полмиллиона. Ну, возможно, да, там, у этого там пробег, там, типа, 25, у этого там 70, 80. Вот. Но выглядят они очень круто. Так, а вот СИИЧАР у нас на обвесе. СИИЧАР на обвесе. С номером 77, 58. ТОЁТ СИИЧАР. Поехали в город Краснодар к нашим ребятам. 2018 года, бюджет 1,6 миллиона. Отлично. Так, смотрите, мы пропустили вот этого салатового... G-MASA, который еще и на полторашке моторе. У нас такой темно-серый, стоял под офисом. Я еще отметил... Блин, люблю, когда вот такие вот какие-то машины приезжают, классные. Ну, на которых... На которых ты чувствуешь жизнь. Ты будешь по лесам, по полям что-то. Ну, в общем, эта тачка предполагает, что ты где-то будешь носиться. Тем более у меня и в G-MASA, это большая версия G-MASA. Тоже коробка. 2018 года, вау, едет на Камчатку. Ну, это там прям его там ждут, потому что там очень много снега. А здесь же передняя блокировка у нас с завода идет. В общем, эта тачка, поставить ее на путевый... А, она уже сразу на зиме идет. Интересно, с Японии пришла. Так, бюджет какой? Миллион четыреста шестьдесят. Смотрите, сейчас G-MASA стартует. Сиера стартует от миллиона двухста пятидесяти. А в таком же кузове, ну, у нее там сразу можно отличить. У нее нету вот таких вот фондеров. То есть, там вот чуть-чуть они выступают. Это, значит, ну, младшая версия. На моторе шестьсот шестьдесят они стартуют от девятиста пятидесяти тысяч рублей. То есть, меньше миллиона. Я считаю, отличная цена вот за вот эти джипики. Потому что передняя блокировка с завода. Ну, соответственно, задняя, передняя. Ну, то есть, это просто реально маленький вездеход. Ребята, смотрите, вот этот Harrier. Это тридцатый кузов. Вот. Я думал, он никогда не заедет в Россию. Но, посмотрите, человек себе купил. Поеду в город Сочи 2010 года. Красавчик. Бюджет всего лишь миллион четыреста семьдесят. Так. Давайте перекинемся на эту сторону. Посмотрите, какой красивый RAF. Вау. Вообще, цвет бомба. Так. Один белый у нас там стоил 2 600. Другой 2 150. А этот красавчик у нас стоит 2 200. 2019 года поедет в город Хабаровск. Но он без панорамы. Но он на интересном цвете. Блин, вообще очень крутой. Вообще, цвет вау. Ну, как бы, знаете, и белый мне нравится. Потому что у них вот эти вот фондера черные. Там, ну, всякие черные элементы. Там, рейлинги. У них там в решетке бампера. Там с черными элементами. Блин, все стилево на самом деле. Мне только вот синий не очень нравится. Вот. А вот зеленый, белый, черный. В черном теряются вот эти элементы. Не знаю. Я бы вот этот цвет брал бы. Очень крутой. Так. Хонда Шаттл. Хонда Шаттл. Главный конкурент Филдеру. Так. Это у нас ГП-8. Это у нас, значит, ВД, гибрид. Так. Поэт город Кемерово, Сибирь. 2017 года. Бюджет 1 112. Иксви. Тоже в голубом таком цвете. Но он не чисто голубой. Он такой немножко, как бы, такой с мутноватым оттенком. Город Владивосток. 1 300 2015 год. Вот, кстати, в Иксви у них вообще их 2018-2019 года их практически не покупают. Это какие-то постоянно там 16-15 год. Потому что наши ребята, менеджеры прям людям рекомендуют не гнаться за каким-то годом. Потому что тачки одинаковые в этих всех годах. Вот. И надо покупать там, грубо говоря, 15-го года. Это самый оптимал по цене. Так. Е-Пауэр серый. Так. 2018 года. Поедет в город Абакан. Бюджет 1 070. Вау. Так. Рядышком у нас Филдер. Это у нас не гибрид. Поедет в 2018 года. Город Комсомольск-Навамури. 1 100 000 бюджет. Мерседес. Ну, это точно. Сегодня, кстати, отдавали ЦЛС. Бюджет 3 200 за ЦЛС. Это трешка гибрид. 367 сил. Отдали. К сожалению, он не попал в это видео. Вот. Попросим на обзор. Вот. Этот тест классный наш. Вообще тонированный. Какой-то странный. Беленький. Это RX 200 Т. Ведовый. Поедет в Комсомольск-Навамури 2016 года. Кстати говоря, вот RX 200 Т. Это, наверное, самые бюджетные RX. Их нужно брать именно 2 литра. 16-17 год. Они заходят в очень адекватные деньги. Этот вышел 3 255. То есть они где-то на дроме у нас в городе. Где-то 3 500, 3 400. Но этот, смотрите, он не просто на люке. Он даже на панораме. Он F-Sport. Я вижу по сиденьям. Ну, то есть это, ну, такому вообще цена. На самом деле, 3 600-3 500 в России. Он там зашел свои там 3 250. Итак, GDJ 150. Это у нас дизелек. 2,8 2019 года. Поедет в Амурскую область. Опять же, в какую-то деревню, наверное. 3 670. Так, вообще, от скольки начинаются Продосы? TRJ 150 это на 2,7 моторе начинается 2 400. Сейчас GDJ, то есть на 2,8 начинается от 2 500. Это самая простейшая комплектация. Это будет тряпочный салон. Ну, то есть вообще вот самая, вот самая пустая комплектация. 2 500 за Prado 150. Вот, посмотрите на этого красавчика, какая у него решеточка. К сожалению, колесиков нету, кругового нету. Но у него есть люк, у него есть кожаный салон. Вот, в общем, реально, 2 500. Это цены, я не знаю, наверное, 2014-2015 года. Ладно, ребят, поехали дальше. У нас тачок, ну, просто караул. Так, Mazda CX-5, красненькая, город Пермь, 2019 год, бюджет 2 миллиона 75 тысяч рублей. А, кстати, вот этот Volkswagen Passat, а он наш. А я вот что-то обхожу, думаю, да нет, да не, не наш. Знаете, куда поедет? Ну, в принципе, где ему и место. Город Екатеринбург, 2015 год, бюджет 1 миллион 230. Кстати, интересный тачка, обзор будет, нет? Надо узнать у маркетологов и в салоне, интересно. Еще раз, бюджет 1 миллион 230. То есть, за данный бюджет можно взять, можно взять, да, особо из седанов ничего интересного. Ну, а, Accord CR6. Ну, кстати говоря, Passat очень симпатичная машина, поэтому надо ее попросить на обзор, снять и реально, ну, сравнить ее в конкуренции с Accord. Потому что это очень интересная тачка, и она никакая не маленькая, она нормального калибра, седан. Классная машина. Так, ребята, это у нас вот нам подогнали с TPEGON, это RP3. Это у нас Тавропольский край, опять же, село не написано, 2019 года, бюджет 1 миллион 900. RP3 это у нас полторашка турбо на вариаторе в комплектации спада. То есть, можно увидеть ее по спойлеру, там по формам кузова, там у нее салончик чуть другой. Вот, то есть, без гибрида. А, и от скольки стартует RP3? Миллион двести. Нормально. Очень даже. Опять же, это стоит миллион девятьсот, стартует миллион двести. То есть, такая разница, как я вам говорил, это от года, потому что мотор маленький, то есть, за него даже за непроходное пошло маленькое, и поэтому можно брать там семнадцатый год, там шестнадцатый год непроходными, и, ну, получать самую минимальную стоимость. Так, Nissan Leaf. Кстати говоря, в двадцать первом году Leaf были самыми популярными тачками, реально. Они просто разрывали наши телефонные трубки. Без пошлины, конечно. Наше правительство очень стимулировало ввоз этих тачек. Их, ну, они с большим отрывом взяли первое место. В двадцать втором году нафиг никому не нужно. Ну, прям очень мало. AZE0, то есть, это у нас второе поколение. Южно-Сахалинск, причем, 2014 год, пятьсот сорок пять тысяч рублей белый. Вот. Тут все зависит от палок, поэтому, если их там штучек девять, хотя бы вообще хорошая цена. Уф, черный двести двадцатый краун. Как же, не, все-таки черный цвет, вот, в краунах выглядит интереснее, чем белый. Toyota краун. Черный. Две тысячи семнадцатого года, бюджет два двести пятьдесят. Нормально. Цена, 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 цена. Ну, как я говорил, миллион девятьсот пятьдесят самый старт. Это у нас гибридный, два и пятый. Блин, вообще, очень приятные цены. До сих пор удивляю. Я помню, когда они только стали проходными, на них Россия оставила очень много, ну, большие ставки. Там цена, там, три, два девятьсот. Вот, а сейчас просто дискаунт вообще, ну, прям, миллион. Еще и люкатый. Вау. Так, ребята, это у нас Lexus IS300 2018 года. Поедет в Читу, бюджет два триста. Вот такой черный красавчик на два и пятом моторе. Задний приют, в общем, такая вот классика. У нас, вот, посмотрите, вот еще серенький такой же IS300. Он у нас уже 2017 года. Поедет в Москву, бюджет практически такой же, два двести семьдесят. Вот, а вообще стартуют эти, ну, на два и пятом, на таком же моторе, а вы едете в тридцатый, вообще эти тачки стартуют миллион двести. То есть, ну, это прям по самому низу рынка. И что интересно, правый руль поедет в Москву. Lexus. На правом руль. Очередной CHR. Так, это у нас 1.2 VD. Поедет в город Яку с 2018 года. Миллион пятьсот пятьдесят. Маленький мотор, маленький аккумулятор поедет в Якутию. Ну, прям вот ему хочется поставить какую-нибудь вебасту, либо его хранить на подземной парковке. Вау! У нас Харьер на таком интересном обвесе. Такой редко, кстати говоря, встретишь. Ну, это у нас гибрид 2017 года за Байкальский край. Бюджет два пятьсот. И вообще у нас Харьки стартуют от полутора миллионов. Это у нас двушка передний привод. А вот уже гибридная версия стартует от двух миллионов рублей. Харьки... Ну, я их вот считаю, посмотрите, с NX-ами. Ну, как бы... NX-ы поудачнее. Салон. Я прям... Всем говорю, кстати, менеджеры наши тоже подхватили. Бабкин Сервант. Ну, то есть... Он такой вот прям вот... Ну, реально бабушкин. Такие вот кнопочки такие вот все. Там много лака. Ну, а у Лексуса много кнопочек. Ну, как-то по-другому вообще. То есть, более такая современная какая-то стилистика. Как бы это все равно... Хотя Харьер флагман. То есть, это просто другая тачка для внутреннего рынка. Вот. А Лексус это все равно на весь мир делается. Бабкин Сервант. Вот. Но тачка... Чего бы я про нее не считал, чего бы я не говорил. Она хорошая. Да. Ну, просто как бы свой покупатель. Просто рвет продажи. Вот. Именно в полноразмерной кроссовере все равно Харьер топ. Ребята, еще один CHR. Так, у нас десятый кузов. Это один-два передний период поедет. 2019 года поедет в Ростов. Надону бюджет 1.300.000. Честно говоря, вот в этих малышах даже не разбираюсь. Это, по-моему, BMW первой серии. Да. Это у нас первая серия. Черненькая. Она все равно симпатичная. На джойстике все как надо. Все по школе. 2011 года. Город Новосибирск. Бюджет 715.000 рублей. Так, ребята. Прадик. ТРЖ 150. Это у нас 2.7 бензин. Запомните. ТРЖ 150. Это у нас, значит, бензин. Гэльджи. Это дизель. Запомнили? Молодцы. Комсомольск на Амуре. 2019 года. Бюджет 1.990.000. Так. Какой год? Какой год? 2019 год. На симпатичных прадиковских колесах у нас кожа. Люк. Ну, обвеса у нас нету. Ну, кстати говоря, знаете, я бы тоже, наверное, без обвеса брал бы. Ну, вот это. Вот это вот моя история. Смотрите. Джесси. Как у меня. ГВЛ 10. Это у нас 3.5. Это гибрид. Ну, это все как вот у меня, только без люка. Ой, хорош. Цвет, правда, колеса. Ну, короче, нужны советы по GS, какие брать. Пишите. Потому что я бы брал бы другие колеса 19, как у меня. Они, кстати говоря, редко встречаются только на L-версии. Они не встречаются на L-спорте. Это то ли опция, то ли... Я не знаю, где они их берут, но они достаточно редко встречаются. Я считаю, это самые бомбовые колеса на GS. Они, кстати говоря, сейчас на GSF-е посмотрим. Что? GSF-е? Да, у нас там GSF. Так, ладно, давайте скажу сначала бюджет за вот этого красавчика. Я свой брал за 2,450. Это было давно. Реально, я задержался на этой тачке. Мне очень нравится. Люблю, реально. Когда, знаете, были курсы 54, 55. И все все покупают. Кто там покупает европейцев из Кореи. Ну, прям реально. Все затаривались вообще. Просто полные порты. А я такой... Ну, я вот прям сижу. А что взять за место GS? Ну, какие-то там Mercedes. Ну, это... Ну, как бы... Разбираешь, знаете, по пунктикам. Ну, чем вот... Как бы какой-нибудь CLS выигрывает GS? Ну, да. Где-то, может, в салоне. Может быть, по визуалу там задняя часть. Но в целом GS сильнее, по моему мнению. Там другая тачка. Она мне не подходит по габаритам. ЛС, допустим. Ну, не подходит мне. Она слишком здоровая. Но она крута. И вот так вот каждую машину берешь. И, ну, приходишь к выводу. Блин, ну не то. GS топ. Вот для меня. Для меня GS топ. Поэтому реально остаюсь. У нас скоро будет обзор. Ай, ладно. Давайте скажу. И пойдем к этому зверю, который позади меня стоит. Так, GS 450H, ГВЛ 10, 2017 года. Город Хабарас. Бюджет 2,590. Нормально. Хорошо взял. Если пробег ниже сотки, вообще хорошо. Потому что у меня был пробег 120. Уф. 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 Посмотрите вот на вот эту лейбочку. И на вот эти жаберки. Это у нас эвка. Это значит вот здесь. Блин, давайте я его открою. И мы прям посмотрим, что там. Кто не знает, что это за машина. Это зверь машина вообще. Ребята, давайте глянем. Это тачка 2016 года. Потому что GSF-ов еще попробуй. Найди там 18-19 года. Их мало. Смотрите, это 5-литровый мотор на 477 сил. Ой, который ставился во многие автомобили. Это 2-УР мотор. Атмосфера. В8. Он идет здесь в паре с 8-ступом автоматом. К сожалению, не с 10-ступом. Который идет, допустим, в ЛС. В последнем кузове 50-м. Вот на 10-ступом автомате. Вот это было бы прям вау. Но ладно, окей. Поставлю 80-ступой. Ну что? Это прям очень интересная тачка. Мы обязательно на нее снимем обзоры. Она поедет у нас в Краснодар. И знаете что? На самом деле, я ставил пару ставок на эту тачку. Потом, знаете, я такой думаю. Ну ладно, окей. Это будет 5-литровый GS у меня. Ну он да, он будет быстрее моего GS на 3.5 гибриде. Ну и стоит вообще... Ну то есть у тебя по факту тот же кузов. Ну примерно плюс-минус тот же салон. Столько же места. Те же габариты. Ну да, он будет чуть-чуть быстрее. Там расход у тебя будет 20 литров. Ну у тебя скорость, звук, да. Но ну как бы типа шило на мыло. Я подумал и забил. Реально поставил две ставки, проиграл их. Думаю, ну и пофигу. И знаете, мы вот сейчас снимем обзор на эту тачку. Я прям покатаюсь. Ну в рамках съемок. Посмотрю на эту машину. И возможно приеду в офис. Не скажу, продаю, короче. 3.5 и куплю себе 5-литровый. Не знаю. А на самом деле, я вам скажу, ну да, скорости много. Но как бы, ну ничего такого. То есть прям вот менять от своего OGS на 5-литрового не имеет смысла. Смотрите. Я все знаю про эту тачку, даже без листка. Это 2016 год. Пробега 60 тысяч. 5-литровый мотор. 5-литровый мотор. Ребята, Mazda CX-8. Это самый большой CX вообще в семействе у Mazd. Поезд в город Кемерово. Это опять Сибирь 2018 года. Бюджет 2,440. Так, хорошая тачка. У нас есть обзор на них. Поэтому, если выбираете что-то там в пределах 2,5. Если вам как бы не нравятся NX, вам не нравятся Harrier, обязательно обратите внимание. Потому что там всякие проекции, как они сделали салон. Ну, то есть, здесь очень много под Европу сделано. Ну, и есть там интересные варианты на дизеле 2,2, 2,5, бензин. Вот, разнообразие. Старые добрые автоматы. Никаких вариаторов, в отличие от их конкурентов, японских брендов. Вот, в общем, интересные машины. У них очень, кстати, идет спрос. Вообще, в принципе, на все CX. Только CX-3 что-то подзабыли. И не хотят покупать этот маленький симпатичный кроссовер. В основном покупают CX-5, CX-8. Ну, CX-5, конечно, это просто вообще машина очень популярная. То есть, прям, очень много запросов по ней. Акселы, Атензы, Демио. Вообще, тишина. А вот CX покупают. Пошли искать дальше. Так, ребятушки, смотрите. Из Тима у нее не было номера двигателя. Видно, мененый мотор в Японии. Вот, и лаборатория. Ну, в общем, решался вопрос. Нормально. Получила на ЕПТС. И все окей. Вот. По Эстиму вообще тишина. Не знаю, почему. Все покупают. Знаете, все-таки все перекинулись на Калибр, Вокси, Новых, Esquire. Какие-то степвеганы. То есть, вот, подобные тачки. Ну, наверное, знаете. Ну, морально они уже, там, ну, какие-то года, там, да, 12-13-ые, там, не очень. И рестайлинг тоже дорого стоит. В общем, не знаю, непонятно. То есть, видите, рынок постоянно меняется. То есть, то одна модель взлетает, то, там, другая падает. Одна, там, как бы, очень долго держит топ, потом она все равно скатывается. Вот. То ли рынок насыщается, то ли как-то какое-то перераспределение идет. Вот. И можно только фантазировать на эту тему. Почему одна модель, она вроде бомбическая, она, ну, ты прогнозируешь. Она стоит столько же денег, как и стоило, но просто спрос падает. Почему-то. Это вот эстима. Смотрите, Делика, Делика, ее нету в списке, к сожалению, у нас. Но она наша, смотрите, рестайловая, красивая. Вообще, конечно, вот они вот сделали последний рестайлинг. Это реально уникальный автобус. Ну, вот это вот, она в такой комплектации, на обвесике. Но это реально уникальный автобус на полном приводе. Есть там дизельный мотор 2.3. И, ну, других машин нет. То есть, на которых можно поехать в какие-то там, прям, знаете, трипы на природу. Ну, прям, не те Делики, которые на 33-х колесах, которые лазают по грязи, там на лебедках. Нет, это не те. Но, вот, это та машина, на которой можно проехать очень много куда. Вот. Ты не заденешь, не оборвешь бампера. Ну, а какие-то альфарды и прочее там. Ну, там только, знаете, кроссоверы пролазят. И ты на Делики туда можешь проехать. Это уникальная машина, которой нету конкурентов. Реально, она уникальна в своем сегменте. Так, ребята, вот этот симпатичный малыш с черной крышей, с серым низом. Кейкар на очень симпатичном салоне, с диваном, с перьей. Это называется машина Дайхатсумув. Так, что нам? Город Казань 2019 года, бюджет 890 тысяч рублей. Неплохо. А вообще стартуют они от 650 тысяч рублей. Вот, опять же, смотрите, ЦХ5 на белых кожаных сиденьях. У нее черный низ. У нее только белые сидушки. Это, кстати говоря, по-моему, идея взята у них с Мерседеса. Потому что вот они, по-моему, первые начали делать такую компоновку. У них черный весь низ, черная торпеда и белые сидушки. Город Пермь 2019 года, бюджет 2 миллиона 75 тысяч рублей. То есть, европейскую часть на правом руле. Хотя там ЦХ5, что там, не хватает ЦХ5? Нахватает? Просто некоторые люди не берут из-за того, что сборка Солерс была. Была, сейчас-то нету. Кстати говоря, в 2023 году начнут собирать какие-то машины на мощностях Солерса. И вроде бы это будут китайцы. Все. Раньше надо было. Поэтому правый руль актуален. А, это моя тачка. Я прям такой, типа, GS. Такой, ну, на люке такой, нифига себе, такой уже в бумагу. А это мой. Ну, вон, 2600, да, стоял 2017 года. Ну, они примерно так сейчас и стоят. В Владивостоке их продают, там, в районе, там, 2 800-3 миллиона рублей. В зависимости, у кого, какой. О, видите, вот, вот такие вот колеса надо брать. Вот. Вот, которые на том GS. Это вот самые простые. Вот такие вот надо брать вообще. Очень редко встретишь вот эти. Я вообще не разбирался. Я просто, о, классный GS ставим. Я там не смотрел. О, колеса какие-то. Нет, так не было. Ребята, ну что вам там тепло, да? Чаечек пьете там? Думаете, какую бы тачку себе взять? Вот. А у нас закончилось это видео. Вот. Прошлись по всей стоянке. У нас еще машины есть на другой стоянке возле нашего офиса, где мы готовим машины под отдачу. Люди, которые забирают у нас в офисе. Там, допустим, вот сегодня отдавали, как я говорил, Mercedes CLS 3-х литровый. Красивый. Потом Harrier на обвесе белый отдавали. У нас стоит Q7 еще и скорее на 3-х литровом дизеле. У нас стоит 2 RX, у нас стоит Beha. Ой, в общем, на самом деле сейчас очень интересные машины. И знаете, в начале года, когда все начиналось с этой всей истории, с операцией, ты думаешь, ну все, это закат по тачкам. А в итоге 22-й год он просто так раскачал автомобильный рынок. Вот именно завоз автомобилей из Японии, из Кореи, из других стран. На западе это Дубай, через Киргизию везут. Вот, там, в общем, свои схемы ввоза. Вот, интересное время вообще, 22-й год. Ребят, напишите внизу вообще, что прикупили в этом году. Что планируете, какая машина у вас по планам прикупить. Какие цены вы хотели бы увидеть, на какие автомобили, будет очень интересно. Если вас интересуют ценники вообще на любые машины, контакты внизу, пишите. Менеджеры вам в WhatsApp ответят, накидают актуальных вариантов из той страны, в которой продаются эти машины. Корея, Япония. Мы ждем, там, очень много европейцев. Кстати говоря, мы пару недель назад снимали S-класс на левом руле, гибридный, который приехал из Японии. Сегодня смотрелся L-S, на левом руле он тоже продается в Японии. Вот, поэтому прям по левому рулю сейчас даже чего-то нету в Корее, оно есть в Японии. Вот, ну и наоборот, соответственно, L-S, да, вон, который вот стоит, в самом последнем кузове 50-м, они есть в Корее на левом руле, гибридные даже, тоже 3-4 Твин Турбо, вот. В общем, интересных вариантов много, везде. Рубль сильный, поэтому надо брать, если вы еще не взяли, или хотите обновиться, или купить вторую, третью, там, подарок же нет. Ребята, пишите мне за комментарий, поставьте лайк, пока! Редактор субтитров А.Семкин